Здравствуйте, друзья! Это Кузнецов Дмитрий, компания Алиан, Центр юридической защиты. Вы знаете, что мне почудилось, может быть, а вы мне уж подтвердите в комментариях, либо опровергните. Вот я нащупал в них некий профессионализм, все-таки, как бы странно ни звучало. То есть, они профессионалы притворятся. Вот этот голос мне звонил уже не один десяток раз. И каждый раз она умудряется разыгрывать ситуацию так, как будто она впервые со мной разговаривает. Друзья, ну, остается только ваше мнение увидеть. Итак, поехали, слушаем, оцениваем, пишем комментарии. Здравствуйте, это общество с ограниченной ответственностью, кредит экспресс финансов. Меня зовут Павел Павел Андреев, но уведомляю вас в записи разговора. Не могу услышать, что вы не знаете, что вы не знаете еще? Не знаю, можете, не можете. Как там у вас со слухом, с ушами? Зачем мне этот вопрос задаете? Ну, а что спрашиваете? Так, а можете его услышать? Не можете. То есть, это вы верно? Только хорошо-то можете. Да, взял трубку. То есть, это вы? Звонок вам поступает по поводу вашей финансовой задолженности. Переполучено акционерным максимумом банка финансовой корпорации. Открытие по поводу вашего счета потребительского кредита, который выдают в 2014 году. У вас, Оксана, сумма долга 609 тысяч 750 рублей на 8 копеек. Такой счет раз, вручка 904 дня. Я вижу информацию, что ранее вы отказывались от уплаты своей задолженности. На каком основании? Скажите мне, пожалуйста. Я ранее и основания сообщал. Или вы хотите быть в числе тех, кого... Ниже основания, прям под засунули. Хотите быть в числе этих? Прямо основания, это законодательство, пожалуйста. Это законодательство, пожалуйста. Я повторяю, продолжая данный конкретный разговор, вы подтверждаете согласие с тем, что вы сейчас будете оскорблены, в жесткой форме опущены, ну и так далее и тому подобное. Если положите трубку, то вы спасены. Если вы действительно мужчина, то я не думаю, что вы будете оскорблять меня. На каком основании? Ну, значит, подтверждаете свое согласие. Ну, я слушаю вас. Я вас слушаю. И мне приходится, да. Ну, видите, хоть я и мужчина, но вы попросили, чтобы вас оскорбляли. Итак, вы хотите оказаться в числе тех, кто уже получил по самые гланды и, видимо, им понравилось, поэтому они вам предложили сказать, иди работать в коллекторы. Там очень хорошо, там вкусно, люди все овцы. Вы сейчас не по существу вообще разговариваете. Пожалуйста, давайте по существу. Не надо растягивать, не надо растягивать гласные. Мне абсолютно все равно на эти ваши слова и оскорбления. Не надо растягивать гласные. Вы знаете, как это звучит со стороны? Мне все равно, на ваши оскорбления. А в голосе чувствуется обида, сожаление от того, что вы не можете себя больше реализовать нигде, только лишь на этой работе. Соглашусь, ладно. Окей, я не буду вас оскорблять конкретно. Это говорите вы мне, который должен уже 904 дня, но мы выполняем свои отзывы. Я вас буду оскорблять технично, галантно, по-джентльменски. Хорошо? Заменяя плохие слова на такие речевые обороты, которые, в принципе, вы будете догадываться, что к чему. Но в любом случае вам сказать нечего. Вы сейчас не по теме разговариваете. Вы просто сейчас ходите, я даже не знаю. Понимаете, вы позвонили человеку, вы думали, что я брошусь сейчас отвечать на вопросы только на том простом основании, что вы мне звоните там с какой-то обоссанной конторы. А это не так. Она обоссанная, и поэтому там такие же персонажи и работают. А вы нет, вы не обоссанная, вы приготовились быть обоссанной. Хорошо, я уведомляю вас, что не оплату вашей задумки, что через 3 дней к вам будет направлен визит. Кто будет направлен визит? Визит? Так, секунду. Визит это несуществительное. Не может быть направлен визит. Визит не может, еще и безграмотное. Или это от волнения? А? Нет, визит может быть направлен в 230-й федеральный закон. Нет, дело не в законе, в 230-й федеральный закон, если мы сейчас до него, как говорится, докопаемся. Он дает разрешение, а визит дает разрешение только при наличии у должника уведомления о кредитуре. Личные встречи, личные встречи возможны. Возможны, возможно. Представители, если вы отправлены потребительное ужискание кредит экспресс-сенант, поедут к вам по месту вашей регистрации, осмотрят ваше имущество и дадут рекомендации вашим кредитурам о подаче в суд. Да, друзья, тут либо притворяются, либо такие отбитые, что действительно забывают, с кем разговаривают. Для них каждый раз мой голос это что-то новое. Такое количество они совершают за день звонков, за неделю соответствующее количество, что у них все в голове уже каша. Эта каша сдобрена хорошей такой порцией масла скриптом. То есть вот эту кашу, как говорится, даже маслом не испортишь. Если там уже мозги в кашу превратились, добавляем скрипт, говорим им какие-то слова вразумительные, бесполезно. Каша останется кашей, ее уже во что-то хорошее не склеить. Даже если она и загустеет, все равно эта субстанция может называться только кашей. Кто со мной не согласен, пожалуйста, пишите в комментариях. Может быть у нас тут борцы за правду, люди с комплексом гусара появятся и скажут, что девушка попросила меня быть мужчиной. На этом у меня свое мнение. Если у вас есть свое, пожалуйста, буду рад его увидеть в комментариях. А для тех, кто недавно у нас на канале, кто не понимает, почему так можно разговаривать с коллекторами, я скажу одну очень интересную вещь. Друзья мои, коллекторы никто и звать их никак. Слушать коллекторов, а уж тем более выполнять их приказы, самое последнее дело, как говорится, глупость глупая. Это простые звонилки, которые рассчитывают на ваш страх, на ваш испуг. Я вообще не понимаю, почему коллекторам столько внимания на уровне государства. Взяли бы, выпустили несколько выпусков передачи какой-нибудь, где четко и конкретно пригласили бы несколько юристов и раскрыли все необходимые, как говорится, тайны, что просто народ перестал обращать внимание на коллекторов, что у них нет ни одного, я подчеркну, ни одного законного права. В том формате, в котором они ведут свой бизнес, они еще больше усугубляют свое положение в худшую сторону. Дело в том, что так, если хотя бы действовать по закону, они могли бы действительно определенные свои обязательства, которые им делегированы именно законом, выполнять, и, может быть, результат был бы лучше. Во всяком случае, они бы не имели у себя на плечах вот такой груз безнравственности. Дело в том, что руководство коллекторских агентств, там это единственные более или менее умные персонажи, все остальное, вот весь штат, мне кажется, от начала и до конца, кроме самого руководства, а именно людей, которые у руля стоят, все это бездарь и бестолковые чучелы. Так вот, именно, может быть, из-за этого, скажем так, они существуют. Зачем руководству предпринимать какие-то там серьезные шаги, чтобы узаконить свою деятельность, если можно просто набрать еще пачку тупорылых каких-то созданий и дать им бумажки для зачитывания. Единственный критерий, чтобы умели читать и все. Вот, значит, что-то там к закону пристраивается. Господи, зачем им это нужно? Вот такие только выводы. Такие только выводы можно сделать. Но я опять вернусь, вот обращаюсь к тем людям, кто не понимает, как на этом канале вот такое может происходить. И да, может, больше тысячи роликов уже. И вот так вот может. Поверьте, никто не пострадал от действия коллекторов вообще. Во всяком случае, из числа наших клиентов уж точно. Люди, которые сразу обозначают свою позицию. Ну, а клиентов, имею в виду людей, которые под юридической защитой состоят в компании Алян. Так как компания Алян оказывает юридические услуги людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию с выполнением обязательств по кредитам, по кредитным договорам. Но слово обязательства здесь очень тяжело. Приходится произносить, потому что никаких обязательств нет. Начиная от того, как вы переступили порог банка и заканчивая вот этими платежами, все незаконно. И договор составлен вопреки действующему законодательству. Любой банковский договор, если вникать в него с точки зрения юридической практики. И платежи, которые вы осуществляете, и вообще деятельность банка в формате выдачи кредитов населению, незаконно. Давайте так. Я не буду долго распинаться на эту тему. Я просто вам укажу на сайт, на наш. Ссылочка на сайт в описании этого ролика. Есть любого другого. На сайте выложено видео, как устроена работа кредитных юристов компании LAM. Что мы делаем, по какому алгоритму движемся. Все по ступенькам, по полочкам разложено. Простым, не юридическим языком, человеческим. Чтобы вам как раз таки было понятно. Пожалуйста, посмотрите это видео, и вам все станет ясно. Как мы обслуживаем наших клиентов. Сколько времени это занимает. Сколько стоит. Какой в конце концов результат мы с вами получаем. Результат шикарный, я считаю. Отсутствие всех долгов. То есть все кредитные ваши эпизоды. Это могут быть банки, микрофинансовые организации. Онлайн структуры. Все что угодно. Все что вы нам отдадите в работу. То в итоге вы им платить не будете. Даже не в итоге. А вот как только принимаете решение с нами сотрудничать. Я своим болевым, безапелляционным, скажем так, полностью аргументированным тем самым решением. Освобождаю вас от оплаты. То есть платить вы больше не должны. А если уже подписываете договор с нами. То это одно из условий договора. Прекращение всех финансовых отношений с вашими кредиторами. Посмотрите видео. Для вашего удобства в правом верхнем углу выходит кликабельная подсказка на наш сайт. Вот она. После того, как вы посмотрите видео, вам необходимо заполнить форму на сайте. Я еще раз подчеркну. Звонить на телефоны, которые указаны на сайте, нет смысла. Там и написано так, что не звоните, не дозвонитесь. Это мы с этих телефонов вам будем звонить. Все, что вам нужно, это забить эти цифры себе в записную книжку, в контакты, своих номеров, телефонов. Для того, чтобы не пропустить звоночка. Обзовите нас как-нибудь там юристы, компания Алиам, Алиам, юристы Алиам. Ну, как вам захочется. И ждите звонка наших специалистов. Звоним мы в рабочее время. Кроме субботы, воскресенья по московскому часовому поясу. Поэтому не пропустите звоночка. Еще раз для вашего удобства кликабельная подсказка. В правом вешеном углу видеотрансляции. Вот она. Посмотрели видео, сделали все как положено. И перестаем, скажем так, платить этим упырям. Перестаем выполнять их незаконные требования. И живем спокойно. Конечно же, смотрим ролики на нашем канале. Также есть у нас целый плейлист обращений моих руководителя компании Алиам, Кузнецова, Дмитрия. К подписчикам, гостям, клиентам нашей организации. Где, знаете, в формате отдельных роликов выложены ответы на особо острые вопросы. Таких роликов уже несколько десятков. И мы их объединили в один плейлист. Пожалуйста, посмотрите. Это действительно интересно может быть многим. Вот ссылочка на этот плейлист. На этом, я думаю, можно заканчивать. С вами был Кузнецов Дмитрий. Центр юридической защиты. Компания Алиам. Счастья, здоровья, финансового благополучия и финансового здоровья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok